Всем привет, меня зовут Суслик, вот, почувствуйте микрофон, всем привет, меня зовут Суслик, это ЗНР, вот, это видео, которое должны увидеть 1 мая, если мы его сделаем, я надеюсь, что сделаем, вот, и хотел бы я объяснить, почему не было видео примерно, ну сколько месяцев, ну 7 месяцев, может, 8 месяцев, я не знаю, сколько, долго не было, одна из причин, самая глобальная, наверное, причина, то, что ЗДР спелись, ух ты, скачай, открой приложение, получишь 7 рублей, нихуя, ЗДР спелись, сильно спелись, вот, ну, еще были всякие причины там, но это уже не важные причины, самое главное, что мы спелись, пили много, очень много, больше, чем воды, наверное, вот, сильно, много, дорого, но весело, весело, ну вот, к сожалению, мы спелись достаточно сильно, поэтому я не уверен, что у нас вообще есть видео, я не помню, может, у нас есть какие-то видео с наших похождения, ну, я не уверен, вот. Еще одна из причин, это наша, как бы, не то чтобы работа, скорее, участие в проекте «Слово Москва», это Rap Battle, я не знаю, будет ли ссылка в описании, нет, но если будет, будет хорошо, наверное. Вот, я там участвую как дизайнер, афиши делал, ну, и делаю, в принципе, вот. Вот, следующий был как участник, ну, вот, он прошел отбор, прошел одну 32-ю, наверное, одну 32-ю, одну 16-ю он завалил, ну, там, как бы, опять же, есть ряд причин, почему это произошло. Я забухал совсем уж серьезно, писал текст на свой второй баттл пьяным накануне в компании пьяного суслика и еще одного пьяного чувака, которого вы абсолютно не знаете, хотя нет, он пару раз мелькнул во времени бурды, кстати, возможно, это и был переломный момент, то есть наше последнее такое знаковое видео, оно, как бы, уже про алкоголь, понимаете. Вот, я в их компании писал слово, и, конечно, я проебался ужасно. Вот, ну, просто, чтобы знали то, что тут есть еще одна причина, что, собственно, мы участвовали в другом проекте, который никак не связан с нами, ну, то есть не связан с ЗД, с каналом. У нас есть планы на лето, в прошлом году мы ездили на Gamescom в Киолин, вот, к сожалению, мы сделали буквально, не, мы делали много видео, у нас до сих пор, на самом деле, много видео по Gamescom сохранено, вот, мы их не выкладываем просто потому, что это уже бесполезно, видео немного. С геймпайлотом тоже вышла хрень еще там, мы бы могли выложить много интересных видео, но сейчас уже поздно, а когда еще было не поздно, мы выясняли, так сказать, отношения. Я просто пытался понять, сколько нам заплатят, мне четкого ответа не давали, я не готов был скидывать видео, а потом ждать ответа что-то типа, ну, заебись, мы вас в Эдеме запостим. Ух, охуеть, это как, я примерно такого, можно было такого ожидать, потому что, потому что это очень странный подход, когда тебе просто говорят, вы отдайте нам все материалы, а мы вам заплатим. Да, обязательно. Поэтому в этот раз мы поедем на Gamescom чисто, как корреспонденты МК, и все. Если бы вообще-то геймпайл-то не было, было бы просто идеально, на самом деле, на СДРе было бы сейчас полно видео с Gamescom, по-моему, у нас там только одно видео, нет, или два, нет, у нас как бы из Кёльн где-то 2-3 видео, а про Gamescom всего одно. Странно, не надо. Вот, я надеюсь, что, я надеюсь, в этот раз мы к этому-то поедем, мы сделаем больше видео, все-таки выложим их уже на свой канал, потому что это как-то удобнее, ну, как для себя, для своих зрителей делаешь, так, для геймпайл, кому-то там нахер нужен. Наверное, все-таки в этом году с Gamescom получится намного лучше. Но я надеюсь на это, потому что все-таки это очень интересно, очень много информации про новые игры, которые не вышли, там анонсы всякие, гетра, ла-ла-ла-ла, а мы вот так вот просто, ну, просто лоханулись с геймпайл там, но, чё, опыт, опыт приходит. А, что бы еще рассказать? Я думаю, все-таки про пьянки отдельно Леда уже расскажет, вот, потому что я, нет, я, конечно, помню, но вспоминать сейчас это как-то, сформулировать после всего этого немного тяжело, вот, тяжело связать даже предложение. В каждой пьянке, а у нас наша жизнь превратилась в одну большую пьянку, нужно знать три вещи. С кем пьешь, что пьешь и почему пьешь. Если исчезают люди, с которыми ты пьешь, то либо ты их до этого себе выдумал, либо ты спился и можешь пить один, потому что пьют одни только конченые алкаши. Что пьешь, это важно, потому что если ты пьешь паленку, то, возможно, о тебе скоро будут говорить в прошедшем времени исключительно. И самое главное, это по какому поводу. Так вот, у нас повод находился всегда. Я припоминаю, как я пил в честь того, что наступает февраль. То есть, заканчивается январь, я такой, а почему бы не выпить за то, что он кончился. Типа, заебал уже. Потом я пил, конечно, за окончание февраля, но это по другой немножко причине. Тут просто потому, что я весь февраль почти не пил. Это, кстати, было тяжело. Пить можно реально по любому поводу. Можно выпить за то, что вы собрались, или за то, что кто-то отсутствует. Можно выпить за то, что человек поступил, и за то, что он вылетел. Можно выпить за то, что он учится очень хорошо, и ему повысили стипендию. За то, что он учится очень плохо, и скоро вылетит, и пойдет в армию. Можно выпить за то, что... Даже если у него ничего вообще не происходит, можно выпить за стабильность. Мы уже поводов не ищем, потому что знаем, что они найдутся, и типа, собираемся, собираемся. Какой повод? Ну, как вы, ребят. Один египский хороц сказал. Вот хороит меня со всеми моими красотами, со всеми моими рабами и золотом. Но какая разница, если я упокою земле, кто последний раб? Все суета, сует, лет, бытия. Такие вот слова. Вообще правильно сказал. А почему мы решили вернуться к видео? Все. Это не потому, что у нас закончились деньги, потому что, что мы там с ютуба получим. Они цены все снижают. Цены, как цены? Расценки все снижают и снижают. Мы решили вернуться к видео, потому что мы решили, что хватит уже так халатно относиться к своим подписчикам, к вам, господа. Надо уже что-то сделать. И мы решили. Ну как, если честно, все произошло немного по-другому. Суслик сидел дома, играл в доту. Я здесь сидел, услышал хорошую музыку, решил, что под эту музыку я хочу склепать видяшку. И я такой подумал, ну почему бы не сделать обещание, что мы сделаем какое-нибудь видео там на 1 мая. На 1 мая. Когда оно будет? 1 мая. Оказалось, до него месяц, и он пролетел как один миг. Суслик пару раз начинал бить тревогу, типа Саня, у нас нет видосов, и 1 мая уже близко. Я такой... Короче, несколько раз мы собирались снять видео, но почему-то его не снимали. Было и такое. Несколько раз мы собирались снять видео, и просто это обращалось в пьянку, и мы ничего не снимали. Буквально вчера мы собирались сделать 3 вещи. Сходить в качалочку, ну типа после запоя нужно возвращать себе нормальную физическую форму, записать видео и поехать на батл. Что в результате мы сделали? Мы сделали 3 вещи, но совершенно другие. Мы сходили в качалочку, поехали на батл, после чего пришли в грушку и ухуячились с офигенными людьми. Но сегодня мы прям-таки осознанно подошли к видео, и вот сейчас уже 9 часов вечера, и мы все-таки его снимаем. Немножко о наших планах. Мы еще планируем запустить на отдельном канале, так сказать, в тестовом режиме, новое шоу. Ну, там будет совершенно ебнутая тематика. Реально, ебнутей вы ничего даже не видели, это полный пиздец. Но на это мы ссылку дадим позже, просто знайте, что у нас в головах творится жесткий ахтунг. По Пелевину мы не клоуны у пидорасов, мы не пидорасы у клоунов, мы алкоголики-клоуны. Ну, в смысле, мы видео записываем как алкоголики-клоуны, так-то мы просто алкоголики. А насчет видео игровых, я не знаю, вот серьезно, я не знаю, что делать с играми видео. Делать их, не делать их, вообще без понятия. Мне, в принципе, не сложно их делать, потому что там даже с монтажем, на самом деле, маяться не надо. Ну, как не надо? По секрету сказать, в половине игровых видео вообще монтажа нет. Ну, максимум, конвертация там, ничего такого, даже заставку не приделал, такой вот еленивый. Но если вдруг будет много зрителей, которые будут хотеть игровые видео, мне несложно их делать. Хотя на самом деле это бессмыслица, потому что на ютубе сейчас каждый второй летсплеер, обзорчик там, ну, все, вот уже все это делают, это уже бессмысленно, скорее всего. Вот, я думаю, что те, кто хотят что-то посмотреть про игры, я не знаю, где посмотреть. Ну, в смысле про игры, в смысле вот сами обзоры, летсплеи там. С Gamescom это другое немного, вот. А вот смотреть там летсплеи, ну, уже каждый, Петька из 5-го Б-класса делает летсплеи и обзоры. Ну, посмотрим, в общем, это. Если кто-то настолько олдфак, что был, когда у нас еще было 500 подписчиков, то помнит, как Суслик записал полное серьезность обращения, записанное прямо уже в клиенте игры под названием Royal Quest, про то, как мы сейчас будем по Royal Quest снимать, потому что таки получается. Че, видели видео с нами по Royal Quest? И при этом мы как бы реально собирались, просто в какой-то момент мы понимаем, что прошел уже месяц, как-то не получается. Наверное, многие помнят то видео, когда я делаю мохито, ну, вы помните, по-любому помните, это, блин, на уровне с ересью, наверное. Вот, это как бы была задумка сделать новый проект, она до сих пор, задумка есть. Я надеюсь, что мы воплотим проект в реальность, проект не в тапки срать. То есть, ну, на ютубе вообще есть много каналов, там, кулинарииный, там, не знаю, How Fast Made, прочее. Ну, то есть, How to Basic, там, но там вот обычно нацелено на что-то вот одно, типа на кулинарию, или на это, или на это, или на это. Не втапки срать, как бы, да, идея спижина, но зато все вместе. Если у вас есть какое-то конкретное желание, помимо Майнкрафта, если у вас есть какое-то конкретное желание, что вы хотите увидеть на нашем канале в ближайшее время, вы пишите, пожалуйста, в комменты, мы все комменты читаем. Поэтому я неоднократно переживал из-за того, что меня хают под песни о миде. Понимаете, там уже почти 100 тысяч, или 100 тысяч, а с учетом перезаливов и больше гораздо. Постоянно все делятся на две категории, на три. Первая категория – это забавные люди, которые просто срутся про доту, что-то типа «ты рак, говно», а я еще в первую доту играл по диалапу. Вот так вот. Вторая категория – это те, кто пишет офигенные песни, классно, поешь, хорошо, забавно, напеваю. Или просто, типа, может быть, ты не очень поешь, но песня-то хорошая. И третья категория, которая просто пишет, что это полное говно, отвратительно, баян. Баян писали уже прямо, когда я его выложил, то есть они, видимо, решили, что это откуда-то перепел, я, знаете, типа, может быть, Хованский вообще спел, не знаю. Короче, есть еще маленькая четвертая категория, они пишут, что за музыка. Ну как маленькая категория, да, она довольно-таки обширная. То есть эти люди, они не открывают описание, они не читают прошлые комментарии, они просто спрашивают, что за музыка. А, еще бывает даже более радикальный вариант, ноты скинь, и я обычно отвечаю, что можете погуглить, Ваймир Бистушейн. Я уже, у меня есть специальный файл на компе, где написано название этой музыки, я его просто копирую. Пожалуйста. Спасибо, подписывайтесь на канал, я не знаю, когда будет следующее видео, но я надеюсь, что не через полгода, надеюсь, что все-таки скоро. Давайте. Что, может вам рэп почитать? Субтитры сделал DimaTorzok